приветствую всех подписчиков и гостей моего канала и сегодня хочу показать вам на общее обозрение рассмотрение мою первую разработку мой первый дизайн накладок на нож модель которая скажу чуть позже а пока сами накладки вот такие вот накладки материал g10 3d обработка модель кто-то уже догадался кто не догадался это гриб тилем 551 модель эти накладки значит разрабатывались на не одну неделю и сегодня можно сказать что они закончены почти на сто процентов а потому что общая форма накладок уже не изменится это уже окончательно вариант дизайна единственные доработки остались по подгонкам по размещению отверстий по наличию бэкспейсера или шпинько то есть вот эти текущие какие-то моменты я отрегулирую после этого будет наверное такое уже скажем так официальная презентация и уже размещение на моем сайте в аэротач.ру и после чего можно будет купить данные на накладки немножко покажу сближены так сказать макро это 3d выполнены на станке чипу дизайн полностью разработан мной значит разрабатывался не одну неделю и это наверное седьмой или восьмой по счету вариант накладок потому что постоянно их дорабатывал изменял корректировал и в итоге пришел к этому дизайну к этому варианту если кто-то обратил внимание здесь даже на этом ноже и два вида накладок то есть одна сторона здесь я это скажем так предыдущая модель накладок это уже сегодняшний модель накладок которая отличается под пальцевой или под шпенечной выемкой из ширина здесь у нас меньше потом форма значит здесь у нас форма вот это вот место не знаю как называется одна форма здесь у нас другая форма и все-таки взял за основу решил что вот это вот предыдущая скажем так модель она выглядит намного интереснее лучше и более сбалансированной вот два слова значит о том как рождался как я придумывал эти накладки значит здесь я полностью у нас все гладкое нету никаких острых колющих углов все сглажено по максимуму фаски здесь тоже скажем так 3d неравномерные такие стилизированные там дизайнерских что ли который придает более такой стремительный приятный внешний взгляд внешнюю форму но вот такие же дизайнерские накладки как бы 3d считается и вот например наш саводских накладках вот здесь все приятно округлиной это бенч мэнт он слот или там торрент вот и мне нравится вот такая вот форма именно вот все приятно когда гладко и поэтому я сделал здесь тоже максимально гладко вот и но опирался в первую очередь конечно на эргономику и дизайн родных накладок потому что гриптилиан ценится любителями или там обладателями там ножа из-за штатных накладок вот они которые очень удобные очень эргономичные которые держать в руках очень удобно но на мой взгляд очень страшный они выполнены из пластика выглядят конечно страшными и в первую очередь я в своем дизайне значит сохранил попытался сохранить и мне на мой взгляд это удалось это эргономику удобства штатных накладок и во вторая очередь а может быть даже первую очередь это внешний вид и дизайн то есть нож выглядит абсолютно по-новому абсолютно по-другому он стал симпатичнее приятнее за счет таких линий он стал более современным может быть немного солидным и мне кажется любители и обладатели этого ножа могут как кому уже приелся например этот обычный вид и обычные накладки может сегодня не сегодня в ближайшее время купить вот эти вот накладки есть модернизировать или обновить свой бенч мэйд грипти лен и можно его будет назвать арт грипп новая модель новый дизайн ножа еще немножко в макро как здесь все не знаю будет видно не будет как здесь все гармонирует или не гармонирует так вот все выглядит в открытом состоянии но повторюсь еще это не стопроцентно оконченный вариант здесь будут доводки доработки подгонка бэкспейсер и после этого будет уже окончательное презентационное видео где я уже покажу в макро и уже будет выставлен на общее обозрение уже окончательный вид который можно пойти и купить на сайте вот здесь у нас значит руках держать удобно и так и так то есть палец ложится в эту выемку в этом плане очень удобно в то же время это выемка помогает нам открывать доставать шпенек вот размера клинка рукояти у меня больше средней наверно рука и любитель больших ножей но все равно здесь она доходит до самого конца вот это вот место бугор распределяет у нас нагрузку внутри ладони вот держать удобно здесь у нас распределяется значит по всем трем палецом нагрузка палец этот ложится в свое место отведенное и в этом плане мне кажется это все конечно потестируем когда уже будут готовы уже продаваем ручки мы это все потестируем посмотрим как это все выглядит в жизни а пока вот так вот все это дело выглядит клинок уже сегодня у нас по центру вот как рождалась тоже в двух словах уже не расскажу покажу вот это множество уже образцов скажем так различность то что я творил то что я делал и большие и маленькие и узкие доработки переработки и куча отверстия под темляк мы двигали и влево и вправо и даже если взять вот эти например накладки здесь незначительные изменения например по размеру по форме если взять давайте вот эти наверно две это одинаковые вот эти возьмем здесь мы видим как насколько уменьшился в размере рукоятка вот это у нас приближенная к сегодняшней модели рукоятка здесь мы убрали лишние 5 миллиметров поверху как бы более миниатюрная ручка стала более такой сбалансированной и клинок у нас здесь почти идет доходит до конца здесь осталось где-то 5 миллиметров не больше но больше меньше короче смысла делать не вижу так как здесь и так за счет форму он утончается вот утопает также клинок у нас сможешь совсем чуть-чуть тоже около трех миллиметров то есть я посчитал на мой взгляд это вот оптимальный вариант оптимальный дизайн и не последний я буду разрабатывать значить другие дизайны которым будут присвоить другими на то именно на эту модель то есть на бенч мент крепили он и помимо этого естественно будут разрабатываться рукоятки на другие ножи на другие бренды их спай дырка там ну то есть на все подряд и это все будет потихоньку появляться на нашем сайте на моем сайте вора .ру и после этого только он будет насыщаться наполняться ножами то есть сегодня там нету никаких ножей на продажу это будет первая модель после того как она появится ну вот так вот вот такая вот как бы это еще не презентация это наверное такое большее желание показать мою первую разработку не терпелось интересно послушать мнение зрителей кто будет смотреть вот и ждите презентации ждите начала продажи и ждите новые модели новые разработки подписывайтесь на канал кто еще не подписан спасибо что смотрели всем удачи всем пока вот так вот